всем привет проверяю новую фенечку свою для того чтобы за рулем можно было делать трансляции и в общем получилось прикольно вчера купил я наверное этот гаджетоман или как его называют в общем получается доброй ночи да я вот только с работы еду домой вернее уже подъезжаю и решил вот проверить свой новый наворот я же пользовался зажимом для для сотового телефона от навигатора который клубовому стеклу клеил чтобы снимать делать трансляции а теперь приобрел кольцо ай ринг называется кольцо для айфона она крепится задней стороны на заднюю крышку смартфона и кольцо одевается на палец и телефон у вас на руке и вы можете в общем в этом держать руль и еще этот разговаривать вы можете пить кофе с телефоном на пальцы в общем прикольная штука получилась тестирую уже пару дней и в общем оказалось интересно ну вот и поэтому хотел поделиться как тестирование как раз сейчас сделаем трансляцию когда меняешься нормально что конфликтуешь с окружающими если ты не конфликтуешь с окружающими тогда ты не меняешься это обязательный такой элемент что в каком городе сейчас я в алмате завтра вылетаю в чемкент вот сегодня надо сделать пост еще что я еду в чемкент что потому что не все знают вот завтра вечером где-то в ближе девяти я уже буду в городе чемкенте хочу посмотреть еду абсолютно вот на шару потому что не было не ну по сути тех кто звали не откликнулись и теперь откликнулись те кто не звал и в общем не знаю хочу посмотреть город погулять шашлык заменитый поесть плов поесть посмотреть все вот поэтому так здравствуйте ура 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 классно вот есть минут 15-20 поговорить так что если есть вопросы можно можете позадавать добрый вечер добрый вечер второй день пишу прощалки стала болеть голова депрессия в общем от прощалок реально болит голова тогда когда ты сопротивляешься тогда когда твои ломаются когда твои парадигмы когда меняется твое отношение когда и ты этому сопротивляешься и голова болит как только уйдет сопротивление это действительно захочешь просить этих людей то голова пройдет на прощалке всех разная реакция поэтому в общем смотрите как выйти из депрессии из депрессии самостоятельно выйти я вот сколько уже смотрю практически нереально то есть ну важно приходить и либо медитируете там как-то этот но это длительные процессы такие которые занимают длительное время у вас мастерский как проходят по времени мастер-классы наверно мастер-классы проходят три часа добрый вечер как надо писать письмо прощение можете объяснить письмо прощение смотрите вы зайдите ко мне на фейсбук на фейсбуке есть группа эмоциональная свобода и там я вот как есть пост выкладывал там чуть вниз судите и там найдете потому что там длинно объяснять там даешь понять другим как с тобой надо обращаться но через скандалы там знаете когда ты меняешься в общем вы на тренинге были нет но в общем смотрите такой эффект есть после тренинга когда увеличиваются скандалы когда надо поговорить да было вот после тренинга есть эффект когда потому что тебя начинают в общем все ты замечаешь те провокации которые есть посмотрите и и ты ты не можешь выносить больше манипуляций после тренинга потому что когда тобой манипулируют это начинает раздражать и ты отстаиваешь свою территорию как бороться с алкоголиками спевается очень хороший парень очень хорошему парню вы не поможете потому что это только его его выбор пока он не захочет себе помочь сам он не вылезет с алкоголизмом работаю но очень редко помогает если честно и стараюсь не брать и вот наркоманов алкоголиков как по это потому что у них нет той степени готовности к тому чтобы измениться с алкоголиками еще как-то этот но как-то приводили наркомана героинового это жопа если честно от него лекарством воняет на 5 метров вокруг время есть вы можете позвонить мне этот но и вам не будет мешать то что я транслирую или можно поговорить чуть чуть позже или или завтра там вот этот вечером когда в чем кенте буду если можете если хотите сейчас ну можете сейчас позвонить прям и будем при трансляции разговаривать вас слышать будут можно так сделать а можете этот в общем посмотрите как выберете сами завтра в чем кент приедут я думаю времени много будет сейчас только но сейчас можете сейчас позвонить в общем поэтому так на новый год со всеми родными переругалась так не смогла иначе объяснять что не терплю такого отношения после тренинга стала болеть спина что можно сделать ходила на массаж в общем смотрите после тренинга вы приходите ко мне я вам поставлю спину на место на индивидуальную сессию придете я вам вот это все поправлю потому что ну бывает так а то что вы ругаетесь с родственниками это тоже хорошо в чем кенте то встречает в чем кенте в общем осима по моему встречает она тоже перископе была как-то видела и поэтому в общем встречают вроде вообще абсолютно на шару еду поэтому вот это приеду посмотрю разберусь что-нибудь что-нибудь завтра придумаем в край в гостиницу поеду вообще квартиру там чем кенте еще однокомнатную чтобы было в центре не совсем дорого что ли вот если не получится в квартиру то удачной поездки благодарю большое спасибо за пожелание в общем я думаю что чем кент вообще не чем кент нравится я буду там где-то двадцать тридцать пять по моему придет во сколько то вот поэтому вот в общем такие дела че еще то вы сразу говорили что опять стали есть мясо хоть и знаете что это вредно почему вы стали опять есть мясо с мясом в общем такая штука я не честно я не знаю почему но у меня прям вот сейчас есть период такой когда меня прям тянет в один момент я говорил что ну говорил и ощущал что она не нужно и реально но вредно немного немного но прям вредно видать не знаю что происходит не могу себя оправдать зачем я мясо и потому что сич не просто вспомнилось когда сказали про шашлыки как подружиться с родными и в то же время поставить так чтобы с тобой считались вот этот период в общем переломный пройдет вокруг тебя останутся те люди которые тебя действительно любят те люди которые тебя имеют которые которые тобой манипулируют они в общем отпадут поэтому не переживай за то что там с кем-то останешься ли что будет что не будет в общем все будет хорошо почему начинается депрессия депрессия начинается от того что ты себя подавляешь свои желания свои мечты ты человек придает свои мечты свои желания свои действия и человек когда становится не свободным у него в общем депрессия поэтому с депрессиями бороться самостоятельно в общем такой процесс можно все понимать понимаешь и но понимание признак дурака знаю но ничего не делаю лишь для того чтобы выйти из депрессии важно что-то сделать но депрессия уже тогда когда уже вот все уже вот вот здесь уже депрессия возникает на том фоне когда все надоело и жить не охота но для того чтобы захотеть жить я не знаю нужен жареный петух который в жопу будет клевать нужно нужен человек который поможет сделать что например сделать вот вам чего не хватает вот допустим смотри то чего не хватает начинает создавать не хватает радости создавая радость не хватает любви создавая любовь не хватает в общем то чего не хватает начинает создавать просто начни Депрессия в основном, она от бездействия. И в депрессии тоже есть выгода. Для того, чтобы пожалели, для того, чтобы ничего не делать, для того, чтобы заболеть, для того, чтобы... В общем, очень много для чего. И на самом деле, действие, оно самый безопасный способ для выхода из депрессии, чтобы туда не попадать. Важно постоянно что-то делать. И не иди против своей воли, не иди против своей души. Не зажимай себя, не задавливай свои желания Важно их выполнять все Не оглядываться на посторонних Что о тебе подумают, как о тебе подумают Что о тебе скажут Это вопрос уже должен быть для тебя вторичный Поэтому Вот так Я уже начала действовать Здорово Это хорошо, когда начинаете действовать Почему ты много даешь, но мало получаешь взамен Смотри Чем больше отдаешь, тем больше ты получаешь На самом деле Если ты получаешь мало, значит ты мало отдаешь Но это во-первых Во-вторых, есть такая хорошая знаменитая армянская пословица Делай добро и бросай его в воду Не жди обратки Не жди ответа Не жди того, что тебе кто-то будет помогать Или кто-то тебе будет это возвращать Помогаешь в одном месте, получаешь в другом И когда ты перестаешь это отслеживать Ты мне, я тебе Тогда ты получаешь больше, чем ты вкладываешь Поэтому вот так Вот Что еще Классные сердечки Спасибо вам Сегодня прям много сердечек было Лечу с хорошим настроением Единственное то, что знаете В январе месяце я неделю всего буду в Алмате В Алмате я стал появляться реже, чем в других городах Во всяком случае, чем в Астане Очень приятно вас слушать Большое вам спасибо Супер спасибо вам большое И вам спасибо Вот, поэтому Очень, знаете, я уже стал Уже люди не понимают, в каком городе я живу Я уже сам, честно говоря, не совсем Игорь, а можно перед сном несколько медитаций подряд делать Вообще перед сном лучше сделать одну медитацию Какую-нибудь расслабляющую и спать Или во время нее уснуть Единственное, есть медитации, которые вот там С выходом из тела, там что-то этот Вот такие вещи не делайте перед сном А так, в принципе, да, хорошо это Вообще медитация хорошо Как не принимать негатив от друзей Вот смотри То, что касается негатива От близких, от друзей От посторонних людей Вот смотри Если я дарю тебе подарок Да? А ты его не принимаешь У кого он остается? Он остается у меня Так же и с негативом Если я тебе даю негатив И ты его не принимаешь Негатив остается у меня Поэтому просто не бери Вот Это твоя реакция, понимаешь? Вот брать негатив или не брать Это только твой личный выбор Поэтому Просто не принимай Для того, чтобы не принимать негатив на свой счет Очень важно научиться прощать Опять же возвращаемся к письмам прощения Поэтому пишите письма прощения Вы научите свой мозг Не обижаться Ты научишь Себя В общем, знаешь Ты когда начнешь научиться не обижаться Придет ответственность И понимание того Что ты В общем Не раскачивать маятник Спасибо, Игорь За ваши советы Да Не то, чтобы раскачивать Ты просто не принимаешь негатив на свою сторону И негатив уходит Он В смысле Он в тебя просто не попадает Видишь Вот эти вот Вампиры Негативные Вот эти все вещи Это не потому Игорь В каком формате Вы решили принимать чункете В чункете я буду принимать индивидуально Тренинг пока там не организовывается Как найду организатор Скорее всего Будут тренинги Но пока самостоятельно Организовать тренинг На расстоянии Вот так как-то пока не получается Я Как-то так бесшабашно Еще В общем Надеюсь Еще вопрос Как перестать жалеть себя Вроде отказываешься от ощущения жертв А на всякие разные состояния медитации Ну например Состояние девочек Состояние Возможно Мастер-классы можно Если получится организовать И люди придут То можно организовать Не знаю как это получит Ну как это будет Если Вот за эти дни Пока я буду там Это можно будет сделать Я сделаю Я за любой кипиш Вот А Насчет медитации У человека высокое давление Чего может быть Высокое давление Это Агрессия Ее важно выпустить Надо аудиторию Это нужно аудиторию найти Это Да Чтоб люди были Чтоб помещение было Объявить И в инстаграме Я везде напишу Айнура Незакин поддержит Там в любимой я Тоже она отметит Сделает репост В общем И Ну можно попробовать Так сделать И пусть будет Мастер-класс Для Чемкента Ну вот Медитации В общем там Королева Не королева Вот смотрите Вот эти медитации Лучше с утра Наверное делать Девочка Королева Там этот Есть медитации Просто расслабляющие Которые Вот их лучше Перед сном Ну это мое мнение Можете меня В принципе Не так Не слушать Потому что Если вы чувствуете Что это вам необходимо И вам это помогает В общем делайте Но единственное Из тела Не выходите Вот это точно Не советую Перед сном делать Вот Что еще Кажись все Про вампиров Расскажете Но вампиры Это энергетические вампиры Это те люди Которые тебя вампирят Которые С тебя съедают Благодарю Спасибо Которые С тебя снимают Сливки Твоей энергетики А ты при этом Остаешься без энергии И поэтому В общем У тебя слабость А как выйти из тела Ой лучше Не заморачивайтесь Оставайтесь в теле Есть вот эти Астральные путешествия Я честно говоря Сам их не очень люблю И я такими вещами Не занимаюсь Потому что Мне кажется Это на грани Такое пограничное состояние Это между реальностью И нереальностью Это что-то вроде Пограничное состояние Шизофрении Мне кажется Я не знаю Поэтому я такими вещами Вот А что делать Если кто-то из родственников Вампирит Вот смотри Вампиры Это Не потому что Они козлы А потому что Ты на них реагируешь Это твои реакции Вот А насчет Выхода из тела В общем Ну лучше оставайтесь в теле Видите У меня самого Я немножко такой слон Наверное Да У меня Я так понимаю У меня такая большая И такая плотная энергия И поэтому Мне с тонкими вещами Очень сложно работать Потому что я их не чувствую Особо Есть люди Которые видят Которые там ощущают Там тонкие вещи Какие-то Они там вытаскивают Вот я этого не вижу Мне проще все снести А потом уже сделать так Как я считаю Что это будет правильно Или Ну Прощение Это исцеление Да Прощение Это исцеление Прощение Это вообще основа Везде Религии Ну в общем всего Даже у своего тела Нужно просить прощения Ну У себя Прости прощения Смотри Я Вот там вот так Я имя прощаю себя За то что ты Читаю Луи Вилму Не знаю Что это такое Поэтому Ты можешь прям Делать Алло Привет Че ты где? Привет Я сейчас в перископе Сейчас договорю И потом поднимусь Ладно? Ага Давай Супруга звонила Очень переживает Уже поздно Оставайтесь В теле Вот Людей Поменьше стало 17 человек В общем Сейчас у меня Как-то видать Добавилось Людей в перископе И стало больше Как-то интереснее стало Прошлую трансляцию Как-то Насчет жалости к себе Скажите пожалуйста Жалость к себе Это тогда Когда тебе Не хватает любви Это на наполнение Не хватает любви И тебе важно Чтоб тебя долюбили И наполнили Есть такие Сосуды любви От зачатия До рождения Тебя должны ждать И любить родители От рождения До семи лет Тебя должны любить родители И бабушки И дедушки Подключиться От семи До четырнадцати лет Тебя должны любить Твои сверстники Это вот сколько У тебя было подруг Или друзей Одинаковые бантики Одинаковые пистолетики Там у кого что И Как наполнится любовью Сейчас расскажу И поэтому От От Четырнадцати До двадцати Одного года Успеху Противоположного пола И здесь практически У всех начинаются Проблемы Да То есть Насколько ты был Успешен у Противоположного пола То есть Много у тебя было Женщин Или много За тобой девочек Бегало Или много было парней Там Вот Вот этого Внимания Любви Которого не хватает От Двадцати Одного года До двадцати Восьми Это карьера И там еще Как-то дальше идет Честно не помню Но Приходит к тому Что где-то Тридцать пять Сорок лет Люди остаются Без любви У них там Три-четыре сосуда Они пустые Если любили Родители в душе Они не проявляют Чувства А Строго воспитывали Это называется Что не хватало любви Потому что Мало ли что Я там любил Ты можешь нарисовать Шедевр Положить под кровать И никому его не показать В оконцовке Дом И стлеет Сгорит И не будет И никто не увидит Твоего искусства И от того Что ты нарисовала Картину Ничего от этого Не изменится А как наполнить Себя любовью Поэтому Есть Очень важно Вот смотри Ты недополучила У тебя свои дети Да Очень важно Проявлять Детям любовь Их надо обнимать Тискать Особенно Матерям надо тискать Мальчиков Отцам надо тискать Девочек И поэтому В общем Как-то залюбливать Детей своих А то что Тебе там не проявляли Это все меняется Это У многих Это остается На всю жизнь И это практически Неизменно А если нет еще ребенка Ну будет же ребенок Будет ребенок Будешь тискать Обнимать Смотри Сын слишком Избалованный Растет На шею Садится Он Он тебя Манипулирует Просто И поэтому Он у тебя Садится Тебе на шею Ты должна Ему прививать Сейчас как бы Насчет ребенка Смотри Ты должна Ему прививать Чувство ответственности За свою жизнь Потихоньку Он живет В своем пространстве У него есть Своя территория Которую он должен убирать Он должен чистить зубы Мыть за собой посуду Еще что-то То есть У него должны быть Свои обязанности И ты потихоньку Потихоньку С ним этот Есть еще Такое предложение Заключить с ним договор Что он заполня У него зона ответственности Определенная И Ну если взрослый Уже где-то наверное 14 лет Уже можно Писать договор Правда ли Что когда пишется Желание Не сбывается Когда пишешь Желание Не сбывается Это правда Как заставить Ругать Не ругать Ты должна ему объяснить Ругать Это твоя слабость Ты не объясняй Ты должна объяснить Ты должна Посадить Прописать его обязанности Подписать Написать твои обязанности Что вы Идете отдыхать В кино Как наполнится Любовью Сейчас объясню И поэтому Ты В общем Подписываешь И в какой-то момент Ты его Урезаешь В других вещах Не заправил Постель Там Три раза Допустим За месяц Не идешь Гулять В кино Не даешь денег Погулял На тебе Все выполнил Премию Шантажом Это не шантаж Это премия По вашей логике Работа Это тоже шантаж Если вы к работе Так относитесь То вы очень несчастный человек Если вы так на работу ходите Поэтому В общем смотрите Есть зона ответственности За которую ты отвечаешь Ответственность Это не шантаж Он должен понимать Что определенный Определенный алгоритм действий Приведет К определенному результату К определенным ништякам Или приведет К определенному наказанию И это должно быть Это как в жизни У тебя есть алгоритм действий Там учеба Институт Работа Собственный бизнес Определенные дела И ты тогда получаешь Не зарплату А получаешь Прибыль от своего бизнеса И в общем И тогда ты хозяин жизни И ты сам себя Как бы сделал Если ты этого не делаешь Значит ты в общем Живешь на зарплату И сидишь в общем дома И думаешь Чем же кормить своих детей Поэтому Это нормальная ситуация Когда ребенок понимает Как надо жить И как надо зарабатывать И за что-то он получает За что-то С чего-то он теряет В общем это нормально Как наполниться любовью Наполниться любовью Вот Быстро Это возможно На тренинге На групповых Именно на групповых сессиях Это невозможно На индивидуальном Как простимулировать И заниматься спортом Ничего не хочешь Мультики только Это только из-под палки Спорт из-под палки Музыка из-под палки За все это надо брать Его за шкварники таскать Первое Второе Если ты хочешь Научить ребенка Чистить зубы Ты должна В течение 21 дня Его водить в ванну И заставлять его чистить зубы На 22 день Ребенок идет И сам делает Это привычка На первый 21 день Это из-под палки Под чутким твоим контролем Все Поэтому наполнение любовью Это только в групповых сессиях В групповых тренингах И при этом Чем больше народу Тем лучше Чем больше народу Тем больше будет результат Тем эффективнее Ты наполнишься Вот и все Поэтому приходите на тренинг Кто был и кто не был Кто был Приходите на наполнение Это очень здорово Кто не был на тренинге Приходите на тренинг И там в общем Очень многие вещи Мы с вами порешаем Вскрываются очень разные моменты Без тренинга как Вы знаете А вот Наполниться без тренинга Я честно не знаю Медитируйте тогда Знаете вот Спасибо вам Вам спасибо Что слушаете И что хотите Что-то изменить И я рад Что я как-то Могу вам помочь И повлиять на это Без тренинга Это практически Спасибо Без тренинга Это практически невозможно Почему Потому что Это как знаете А как с Алматы Добраться до Астаны За два часа Ну На самолете Можно долететь А пешком Возможно это Ну в принципе Возможно Но только не за два часа Вы всегда помогаете Спасибо вам И вам спасибо Что смотрите А Слабо Без самолета Как стать уверенной В себе часто сомневаюсь Это тоже Это вот Сомнение Это нехватка любви Можно дойти До Астаны Пешком Но дойдешь ты Наверное За две недели Лучше долететь На самолете Без самолета Не долетишь И тренинг Это вот Такая модель Самолета Который тебе доставят С пункта А В пункт Б За короткий срок Я вам больше скажу Страх это нормально Страх это нормально Это мозг И для того чтобы И Это было Если бы вы пошли ко мне Знаете Попали ко мне Хотя бы два года назад На тот эффект Который получается За два дня Мы бы потратили С вами месяц Наверное Если не два Сейчас это происходит быстро Я честно говоря На третью сессию Уже не знаю Что с людьми делать Поэтому говорю Что с ними все закончилось И теперь им важно Просто действовать Вот и все Поэтому Хотите сами Медитируйте Когда Захотите Прийти на тренинг Приходите на тренинг Тренинг Вот реально Я никогда себя не хвалил До этого Но я вам сейчас Скажу что Это мощный тренинг Я сейчас понимаю Что я даю И наверное Ценностью Этому я понял Ну совершенно Недавно Раньше я все Наблюдал Смотрел Помогает Не помогает Сейчас я точно Понимаю Что эффект есть Потому что Разные люди приходят Когда будет В Астане В Астане Будет 30-31 января Поэтому приходите Он реально Помогает Реально Я была на Индивидуалке У вас Индивидуалка Смотри Индивидуалка Обнуляет Эмоционально Я тебя сгружаю Но что с этим делать Это уже твой Хотел теперь на групповой Приходите на групповой Потому что на индивидуалке Работаем только с тобой Ты не понимаешь Что произошло Нет понимания Нет дальше Как двигаться Ты не понимаешь Как это делает Что это делает С людьми Ты понимаешь Как ты выживала Но ты не видишь Как выживали другие Можно ли узнать Кем ты был В прошлой жизни Можно Но нафига это надо Если честно Знаете Вот на тренинге Бывают штуки Что люди видят В прошлой жизни Но я специально Нет кайфа В этом водить Потому что В прошлую жизнь Когда люди уходят Они потом там умирают И сердце Реально физически Останавливается здесь И в этот момент Важно человека Выдернуть И если В общем Это может нехорошо Закончиться Поэтому С этим аккуратней Есть более Простой метод Это нумерология Раз тебе сказали Ты там был кем-то И ты не понимаешь Что было Как было Тебе просто скажут Что были такие уроки И все Но То что Происходит на тренинге Когда В прошлую жизнь Уходят Это прям Ты погружаешься В те состояния И ты видишь Свою жизнь Ты испытываешь Те же эмоции Если тебя там убили Ты умираешь И как бы Это болезненно Поэтому Ну в общем Не советую Честно Не люблю туда Водить людей Очень редко Вожу И не всех Последний раз Это было в октаву Получилось И Это получается Тогда Когда человеку Прям сильно надо Как вы относитесь К нумерологии И астрологии Я вам скажу Такой секрет Ну как секрет В 94-м году Первый раз Я столкнулся С астрологией И нумерологией По какой-то Неизвестной мне До сих пор Причине В нашей школе Была преподавательница Которая Вела Внеклассные Занятия Каждую субботу Воскресенье По 3-4 часа Мы изучали Нумерологию И астрологию И честно говоря С того момента Я очень положительно Отношусь К этим вещам Поэтому Ну в общем Просто рекомендую Но в этом Не заигрывайтесь Не перекладывайте В этом Очень легко Заиграться Очень легко Заиграться В астрологию В нумерологию Очень легко Заиграться В прошлой жизни Очень легко Заиграться В расстановочки Очень легко Заиграться В тренинги Поэтому делайте только то, что вам нравится и нужно Но после любых тренингов, после любой нумерологии и астрологии Ты сам должен в какой-то момент начать жить Ты сам должен начать что-то делать Поэтому делайте, развивайтесь, живите Всех люблю, обнимаю, побежал я домой Поэтому пока-пока, встретимся в Чемкенте Покажу город, немножко погуляю Погуляем и поделюсь впечатлениями Пока-пока Спасибо, вам тоже спасибо Ждем Субтитры сделал DimaTorzok